Так, здравствуйте! Сегодня в гостях Айтен Набиева и Алина Мамедова из университета Erasmus Rotterdam. Сперва, как обычно, я хотел бы начать с того, как вы туда, коротко, как вы туда поступили, какие сертификаты, какие экзамены вы сдавали и так далее. Краткий такой курс. Вы начали, наверное, с десятого класса или еще до этого? Ну, десятый, да. Да, примерно вот за эти два года, что вы сделали, а потом уже перейдем на жизнь, самую интересную часть, жизнь в Голландии. Сегодня начнем, Алина. Ну, изначально с десятого по где-то начало одиннадцатого я готовилась к сдаче экзамена IELTS по английскому, который я сдала где-то в сентябре. Потом я почти не готовила, к другим каким-то экзаменам, кроме, ну, связанных именно с университетом. Я готовилась больше к сдаче аттестата. Где-то в январе я пришла к вам и через месяц-два я сдавала внутренний экзамен к Erasmus в математике. И, в принципе, из экзаменов это все. Дальше идет в основном CV, мотивационное письмо и все в таком роде. SAT не было? У меня нет, я не сдавала. IELTS, вступительный. Да. И все. И из экзаменов, да, остальное, то есть это CV, мотивационное письмо и все в таком духе. У Айтан был путь дольше, чуть-чуть. У меня был дольше, потому что у меня был вопрос того, куда именно я туда есть. То есть, если, например, случайно она знала, что она, ну, плюс-минус хочет только Erasmus, у меня такого выбора не было. Не то, что выбора, а такого опции не было, потому что я хотела подать как можно больше мест и потом уже сидеть и выбирать из, да, опций, в общем, из вариантов. Поэтому я сдала с десятого класса каталогов с KILD и SAT, сдала оба, вот, не помню, когда подать, но, в общем, сдала оба. Параллельно готовила с KCT к сабжекту, с вами к КАКУС, мы готовились. Вот. То есть много чего разного было, потом еще сдавали, ну, там, аппетита тест, это внутренний тест в разности. Но до всего этого, в течение, там, девятых, десятого, ну, думаю, одиннадцатого тоже классов, я еще пыталась набрать как можно больше сертификатов и экспириенсы. Экспириенс – это A, internship, и экспириенс B, это, ну, сертификаты в каком-то плане, это в европейском парламенте, называть, и YP, и MN, неважно. В принципе, там я улучшила свои speaking skills, потому что это дебаты, вот, были сертификаты оттуда, опять-таки, internship разные были, и все, да. Подача была, плюс-минус, одинаковая везде, то есть, опять-таки, в разности нам не нужен был ни IELTS, никакой другой был. Нет, IELTS. Ой, из-за СТ. СТ не нужен был, в разности. И письма разные. А эти вот MUN и YP помогли? Мне помогли, но это было, когда я подавалась на scholarship. А, так, scholarship у тебя есть? Я тоже подавалась, да. Подавалась. Дали тебе? Да, мне дали, но scholarship, он даётся только на первый год. Ага. То есть, я слышал, что для scholarship SAT нужен. Ну, значит, и без SAT можно получить scholarship? Не совсем. Объясняю почему. С моей точки зрения, если у вас есть возможность в плане времени, в плане капасти, понимание того, что ты хочешь это сделать, я сдала и TOEFL. Если ты зовёшь IELTS, тебе TOEFL не нужен, ты зовёшь SAT, ACT, ну, как бы, я ещё что-то, в смысле. Я сдала и TOEFL, и SAT, и разные другие предметы, и я это включила в CV, и я считаю, что, ну, и помимо этого у меня были сертификаты с танцев, потому что я танцы не занималась тоже. Да. То есть, я добавила свои section hobby, там, Spotify, я ещё и рисую, это была одна секция, потом сертификаты, вот, как было понадобится выше, TOEFL и так далее, и за счёт этого я считаю, что дали scholarship, потому что для них очень важно, чтобы ребёнок был разносторонним. Да, разносторонним. Грубо говоря, я бы не сказала, что SAT, то есть, это прям то, что они требуют, и без этого они не дадут, но чем больше какого-то опыта, чем больше они видят то, что ты участвуешь во многом, во всём, что ты многим интересуешься, сдаёшь много экзаменов, то, естественно, больше шанс, что они дадут scholarship. То есть, в моём случае у меня были не столько с экзаменами опыт, сколько организации каких-то мероприятий, участие в олимпиадах, конференциях, и вот это уже всё включалось в моё CV. Ты internship в одиннадцатом классе делала? В девятом, десятом и одиннадцатом. В девятом, десятом даже? Конечно, с девятого до десятого. Одиннадцатый ты успела послать? Да. Одиннадцатый тоже успела? Но это было в начале одиннадцатого, это не было по классу, не было по середине, потому что мы уже, не помните, да, именно? Где-то середина января, это был дедлайн на подачу всех документов, и то есть мы включали уже то, что мы успели до середины одиннадцатого класса, дальше, в принципе, ничего не было. Нужно учить один фактор. Я не училась в школе с девятого класса, у меня были, считайте, что homeschool, и поэтому у меня было время идти и на дополнительный, и сдавать дополнительные экзамены, и делать там какие-то экстричные. И не то, чтобы, примеры не то, чтобы, в каких были у тебя? Было два из них, это был Эсюд Данон, и один был Сокар. Эсюд Данон, это более в одной сфере, Сокар, это, напомню. Это девять, десять, одиннадцатого, что ты говоришь? Так, Эсюд Данон был немножко попозже, то есть был Эсюд Сокар Данон. И Эсюд Сокар попали плюс-минус на времена, ну, один до ковида, потом другой во время ковида. А в какой сфере ты там работала? Своей же? Чаще всего это было, да, да. Чтобы, то есть это тоже имеет значение, в какой сфере ты работаешь? То есть если по своей специальности, еще лучше, если ты работаешь? Ты, смотрите, я была девятый-десятый класс, ты можешь делать все, что тебе угодно, ты хочешь понять, что для тебя лучше. Я делала Data Analytics, я была Data Analytics Интерн, я была и в Маркетинг Интерн, и в Данон. Я опять была Маркетинг, но Маркетинг настолько обширный, что ты можешь с разных сторон пройти. Второй был больше Маркетинг Finance, другой был Маркетинг PR, Сейл, 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 Сейл. То есть это совсем разные вещи. Я понял. Да, и в принципе, мне кажется, они больше смотрят на разнообразие и на то, что главное, что ты что-либо делал. И участвовал в чем-то экстра, помимо там просто школы, просто сдачи экзаменов, нежели чтобы вот именно ты поступаешь на бизнес, делай только бизнес. И плюс есть момент, меня очень сильно раздражает, когда родители говорят, ты должен закончить школу с двумя красными аттестатами. Типа, нам это никак не помогло. Они даже не имеют понятия красного аттестата. Красного, не красный, всем абсолютно без грязи. Я не верила до получения красного аттестата, что реально это будет просто подставка под кружку. Да. На самом деле так и есть. Вы поступили. Да. Так, да. Поздравляю. Спасибо. В процессе поступления очень через сложные, я, насколько я знаю, два нюанса, это визы и нахождение этих апартнтс, жилья. Да. Были ли у вас проблемы с каким-то из них? Или с обоими? Я не знаю. С нахождением жилья проблем не было. На первом году. Да, нам в этом помогли. Но с визой произошла одна маленькая проблемка. Мне её выдали, всё было отлично. Секундочку, начни с того, что она потеряла чемодан в аэропорту. Не, не, секунду. Я сейчас говорю, визу мы получали не здесь, нам её давали в Стамбуле. И мы летели вместе с Айтаной, с её мамой. Мы просто прилетаем в Стамбул. Другим рейсом должна была лететь моей мамой близкая подруга, чтобы я там тоже была не одна, как бы. Она прилетела в совершенно другой аэропорт. Нечаянно так получилось. Мой чемодан кто-то забрал, их перепутали. Поэтому я осталась без своего чемодана. Мне пришлось оставлять заявку на то, что вот, чемодана нет, а что мне делать. Но да, слава богу, этим же вечером они вернулись с моим чемоданом. Им отдали их чемодан, мне отдали мой. А какой чемодан думали, что твой? Мы, короче, мама Айтан говорит, может, ну, похож вроде, может, это всё-таки твой. Я такая, ну, давайте проверим. Мы просто открываем чемодан, и всё, что в чемодан... Да, ну, потому что вдруг... Они очень были похожи прямо. Очень интересно. Да, вдруг всё-таки мой. И этот чемодан просто набит чипсами. Вот там только чипсы. Мама на нервах из-за всего этого, и она пытается помочь ребёнку. Она открывает эти чипсы просто. И я такая, нет, вроде всё-таки не мой. И я такая, вряд ли. Вот. Потом проходит пару дней, всем отдают их визы, у всех всё хорошо. Моя виза никак не приходит. Мне уже вот скоро улетать, а визы нет. Оказывается, посольство как-то куда-то не туда её отправило, мой загран с моей визой. Что ж такое? Она потерялась. Почему-то визу зарегистрировали, ну, то есть она как посылку, её зарегистрировали не на моё имя. Поэтому когда... И мне не дали tracking number. Да. Мне его забыли дать. И поэтому по tracking number найти я не могу, когда я говорю, Мамедова Алина, вот на это имя посылка. Они такие, у нас нет посылки на это имя. Потом кое-как, через сколько-то дней, задержавшись на дней шесть, я нашла свой документ. Мне его вернули, отдали, и я смогла спокойно улететь. Вау, всё это время ты должна была там оставаться? Всё это время я осталась, да, просто в Стамбуле одна, я никогда не была в другой стране одна. А, ты одна была? Ну, в итоге так получилось, что Айтан уже уехала. Я говорю, остаться или нет? А родители же... Мама не пришла? Так я была с маминой подругой. У неё уже тоже билет, типа, я должна была улететь намного раньше. Она уже тоже улетела. И я просто такая, да всё нормально, то есть я сейчас определюсь. У меня ещё в какой-то из ней почему-то заблокировали карту. Я просто осталась только с... Немного налички. Я такая, господи, да что не так? Когда же я улечу? Вау. Поэтому, да. У меня жизнь была сказка. Это просто интересно. Это вот конец того всего, что произошло, или в течение трёх лет продолжали с тобой происходить такие вещи? Да, да. Да? Я была в шоке. Я думала, меня уже не удивить. И Алина такая, let's go. Я такая, сейчас всё будет. Значит, наверное, одно из самых ярких моих воспоминаний, это то, что мы поехали в Рурман. Это аутлет, где-то на границе с Германией. Туда ехать 2-3 часа. Мы туда приехали, всё было шикарно. Мы пошли на шопинг. Последний момент, мы уже в последнем магазине. Я пошла, такая кофточка, я хочу купить кофту. И я оставляю свой рюкзак. Господи. Ну, как можно? Ну да, после того опыта ещё. Нет, я оставляю рюкзак, иду, оплачиваю, возвращаюсь, там сидит рядом с моим рюкзаком женщина, и у неё много кульков, она положила их рядом с моим рюкзаком, я что-то руку опрокидываю на свой рюкзак, она мне в глаза смотрит, и я что-то такая смотрю на неё и поворачиваюсь, что-то такая, а, да, что? Кайтан, подхожу, что-то мы обсудили, и я поворачиваюсь через минуту, ни женщины, ни кульков, ни рюкзака, ничего. Я тебе счастье. Я такая, шикарно, конечно, всё хорошо. А разве шопинг? Я такая, подхожу к работникам, говорю, им, они такие, да, мы видели, что тут рюкзак, мы не знали, что-то у вас, уж мы бы как-то ещё присмотрели. Сейчас мы пойдём посмотрим камеры, одна идёт смотреть камеры, возвращается, тянет с собой вторую, вторая уходит, что-то третья ко мне подходит, и они говорят, вот, мы вам сейчас направим, вот, идите туда-то, вот, расскажите историю, всё такое-такое. Давайте я вам хотя бы оставлю свой номер, то есть если она там нечаянно взяла, она вернётся. Нечаянно. Да, я надеялась, я верила в добрых людей. А она специально взяла? А мне говорят, поверьте мне, она не вернётся, она не нечаянно. Я такая, ну, хорошо, спасибо, что сообщили. Я иду в это место, куда-то, а, да, это был не Лос-Н-Фау, но какой-то, да. Я иду, мне помогают, объясняют, что мне там надо будет обратиться в полицию, объясняют всё. А мы следом в шоке, мы просто не втыкаем, что происходит, в общем, не понимаю. А я что-то вот в тот день, у меня, во мне кипел оптимизм, и я такая думаю, ну, случилось оно и случилось, ничего страшного. Суть в том, что я не осознавала, как плохо терять документы. А, у тебя документы там были? У меня там был мой старый телефон, документы, наличка. Я такая, ну, хорошо. Я что-то иду навеселе, всё ещё всё нормально. Да, я думаю, всё прекрасно. Я думаю, ничего страшного. И я потом общаюсь в этот же день со своим другом по телефону, который уже несколько лет на тот момент там живёт. А я первый год, то есть я ещё ни разу, вот я приехала, я ещё ни разу в Баку не возвращалась. А, это первый семестр. Да, и мне через три недели ехать в Баку на Новый год. Ага. И я с ним говорю, и он узнаёт, что мой резонс-пермит, то есть вид на жительство, тоже был в этой сумке. И он мне говорит, ты знаешь, что он восстанавливается до десяти недель? И что тебя не выпустят отсюда без него. Ага. Я такая, в смысле не выпустят? В смысле десять недель? Очень долго я мудохалась, это назло было пятница, и я не могла, то есть суббота, воскресенье, я не могла обратиться ни в посольство Азербайджана, ни в их учреждение, чтобы узнать, что как там можно побыстрее с резонс-пермит, но мне повезло. Так. Эта женщина украла мою сумку, и она забрала только наличку, и просто выкинула её на парковке. О-о-о. И я это узнала только благодаря тому, что я проверяла сайт этого города Lost and Found, и там просто мой рюкзак, фотография, я это вижу, я им звоню, мне сказали, что они, оказывается, даже запомнили меня, они искали, пытались как-то выйти со мной на связь. Угу. Так что, наверное, совет, оставляйте всё-таки какой-то свой контакт. Телефон? Какой-то свой контакт. Ага. Что вы, если нашли, надо верить в это, вам могли позвонить и найти вот. Потому что, если бы я не чекала вот этот сайт Lost and Found, то я бы просто не вернулась за сумкой. Я вернулась, всё было хорошо, все мои документы были на месте. Через три недели я благополучно уехала в Баку. А если можно, а сколько евро ты потеряла? Слава богу, было там немного, там было только 50 евро. Причём она даже копейки, ничего, вот эти 2-3 евро, она не забрала эти копейки. Она разочаровалась, всего лишь 50 евро. Да, 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 мне кажется, она такая открыла, такая, ой, ладно, что-то жалко мне её, на тебе твою сумку. Она даже ни телефон, ничего не забрала. А это местная была женщина, вот интересно. Понятия не имею. Я думаю, они её знали, раз они сказали, что она не вернётся. Да, всё, какая игра была никогда. Не знаю. А не в доле, ты думаешь? Я не знаю. Ну, как вы знаете, они вот с неохотой пытались помочь, Алина пытается там разъясниться и так далее, я вообще стою в шоке. А она, они, по-моему, вообще им без разницы было. Как-то удивительно. Если у человека проблемы, нужно же помочь, это же в вашем магазине предложение, где-то там, на территории. Да, при этом я там звонила в полицию, и полиция мне такие, мы вам на днях перезвоним. Оказывается, к ним ещё нельзя прийти лично поговорить, они хотели меня записать на колл, то есть просто, чтобы мы созвонились, и я рассказала им ситуацию. Но когда они мне уже позвонили, я такая, спасибо, у меня всё нашлось, мне ничего не надо. Какая бюрократия, нужно ждать аппоинтмента, и то на звонок? Да-да, на звонок, то есть они там через неделю-две мне позвонили. Там с иншуренс так, там с университетом так. Там везде аппоинтменты, то есть к врачу, мне кажется, вот если тебе прямо сейчас плохо, ты хочешь попасть прямо сейчас, если, конечно, ты не умираешь, не факт, возможно, если умираешь, возможно, они сжалятся и помогут, но так, то есть ты такой ждёшь своего аппоинтента через неделю-две. Странно. Вы не, это не говорите вы про амбуланс? Мы там звонили в амбуланс, они очень быстро пошли. Не, не про амбуланс. Само как до этого не выходило. Да. Просто, то есть к врачу. А, что-то у тебя болит, ты хочешь показаться, узнать, что с тобой произошло. И это нужно ждать. Ещё не важно болеть физикой, менталой. Ага, жди. Ну, типа у человека депрессия хочет всё тянуть, жди. Ясно. Они абсолютно всё, то есть у них надо долго-долго ждать. С проживанием всё хорошо? Сейчас, да. Сейчас, да? Когда было плохо? В общем, это огромная проблема, мне кажется, Нидерландов. Там невозможно найти жильё. У них кризис в этом плане, причём они об этом яро говорят. Да, то есть у них эта проблема настолько, что там есть ребята, которые учатся в одном городе, но они живут в другом. Вау. Просто потому, что, слава богу, они хотя бы где-то нашли квартиру. Здесь ребята, которые с Дельфта приезжают, с Мистердама. И наоборот. Которые учатся в Дельфте. Да, да, да. В техническом университете. И нужно ехать с Лоттердама. Вы в первом курсе нашли? Или проблемы начали с первого курса? Со второго. Со второго. Нужно искать на третий год жильё. И есть два варианта. Либо ты ищешь сам. Точнее, три. Либо кто-то выезжает на экшенж. И кто-то возвращается обратно в Баку. Тебе говорят, вот есть квартирка. Хочешь заезжай? Предлагают реферал. Либо же третий вариант. Это когда ты ищешь сам. Значит, первый, второй, это... Вы зачем со второго начали искать? Вы каждый год ищете новый? Нет, да. Сейчас. Давай объясним просто с первого года, как было. В первом году нам помогли. Нас заранее зарегистрировали на сайт. Всё сделали. Нам только осталось выбрать, где именно мы хотим. Кликнуть, и всё было хорошо. Это было причём на кампусе. Да. Да, да, да. То есть это было на территории универа. Но там можно жить только первокурсником. Либо первый год магистратуры. Да. Поэтому после первого года нам нужно было искать другое место. Мы как-то немножко поискали квартиры, поняли, что что-то не так. И мы решили жить в The Student Hotel. В The Student Hotel. И мы жили... Там просто до определённой даты. Надо зарегистрироваться. Мы зарегистрировались. Всё хорошо. Но там тоже есть подвох. Не более чем год. Ты можешь оставаться. То есть там можно... Что за странные условия. Это контракт такой. Да, то есть ты можешь жить только год. Потом, то есть если, например, годик ещё где-то пожил, потом опять можно туда вернуться. Но типа вот два года подряд нельзя. Нельзя? Да. Прямо вот такой закон. Да. Даже если ты захочешь что-то разверное. Я просто пыталась. Пробую. Азербайджанцы, да? Да, но там ещё такая очень интересная тема. Если, например, вот мы жили в Роттердаме в этом отеле, то там один год остались, потом ты имеешь право в другом городе, ты можешь жить ещё раз. То есть в этой же компании. Да, да. Но именно на одной и той же локации нельзя. Вы какой-то... Почему это так? Вы ресерс делали? Спрашивала. Кстати, я вспомнила, что у меня ещё плохая ситуация там в Social Hub. Я потеряла три чемодана, но это я расскажу. Так, хорошо. Касательно именно данная компания, организация, неважная, я общалась с ними спрашивала, почему. Просто типа объясните причину. Мне неинтересно, я не остаюсь. У меня есть квартира, просто объясните. Они говорили, что мы хотим... Мы хотим видеть дайверсити. В смысле дайверсити. Типа мы хотим видеть новые лица. Что? Короче. Просто так объяснили, серьёзно. От нас устали. Да, то есть мы хотим просто видеть новые лица, чтобы как бы можно больше людей узнали о нас. Ну как бы, окей, делайте ивенты. Деньги-деньги, да? Да. В этом-то типа... Ну, не знаю. Причём они делают столько ивентов. За неделю по три ивента могут делать, по четыре, по пять. Очень много. Видите, очень много новых людей. Так, теперь вернёмся. Я думаю, зрители с сентябрением ждут, ты потеряла три чемодана. Это что-то тема. Вы можете что-то не терять? Нет, мы получили. Это из-за неё, кстати. Смысл? Я вот клянусь, за двадцать лет жизни я один раз свой шарф оттеряла и досталась как травма. Потому что мой любимый шарф был. Всё, я после этого ничего не теряла. Я начала дружить с ней, и вдруг три чемодана в 20-х. Как бы, да. Нет, я себе шуток. Мы прилетели с зимних каникул. Ну, соответственно, учитывая, что это я, у меня очень много чемоданов и так далее. Комната не такая большая, чтобы ещё чемоданы тоже там были. Соответственно, мне нужно было куда-то их впихнуть, ну, где-то оставить. Места не было. Мне предложили, они же сами, я, то есть, потом тоже задала вопрос, есть ли возможность составить чемоданы снизу. В логич руме. То есть, в их сайте, у них есть два разных сторича. Один при рецепшене, другой снизу, на минус первом этаже. Суть не в этом. Я оставила чемодан, всё, супер, проблем нет, нет. Не будут ли проблемы? Нет. Окей, не будут, не будут. После этого, на протяжении нескольких недель, я у них задаю вопрос, типа, всё ли в порядке, там ли мои чемоданы. Мне иногда показывают их, там, машутки, что вот, чемоданчики. Поздоровайся. А иногда просто говорят, что они как бы есть там, но не переживай. Я думаю, ну окей, не буду бесить людей и своё время тратить. Если они там, значит там. Проходит время, очень маленький промежуток времени. Я спускаюсь вниз, опять на рецепшен. Просто вот такое предчувствие, что что-то не так. Думаю, начнёмся с моими чемоданами. Да, что-то не так. Сори, вот, прежде тем, продолжить. Ты почему оставила такое долгое, я пропустил этот момент? Такое долгое время оставила там. Объясняю, у меня нет места, и как у любого другого человека, кто там живёт, неважно, какую ты комнату берёшь, комнаты небольшие. Соответственно, у меня нет места эти три чемодана, и все остальные свои вещи в одну комнату держать. То есть там, да, там с вещами, то есть они... И это причём у нас одни, ну, как бы, самых больших комнат, там нет больше... Ты каждый раз один чемодан берёшь? Нет, 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 я распаковала, я, то есть, положила всё по местам, разложила, да, и потом пустой чемодан, слава богу, пустые. А, пустые, а, ясно. Так, так, пустые чемоданы, они там лежат. Так, хорошо. Да, просто на хранение. Да, да, да. Ну, потому что это звучало логично, и я спросила, то есть, всё окей, всё окей, сказали. Я, ну, думаю, что, ну, а такое... То есть, так делают нормально? Ну, видимо, ненормально. Ну, сейчас по продолжению истории поймём. Я, в общем, спрашиваю, там ли мои чемоданы, и мне говорят, какие чемоданы? Ну, ничего, окей, в смысле, какие чемоданы? Я говорю, ну, мои чемоданы. Я начинаю отмисывать их, что думаю, а там какой момент? Нет, если есть какая-то вещь, которую они нашли, или которая держалась там в их сторидж-руме, которая рядом с рецепшеном, более чем несколько недель, там, две-три недели, то они ставят их вниз. Окей. И я такая, окей, разницы нет, там или тут, самое главное, что всё нормально, всё есть. Они спускаются вниз, чемодана нет, ни одного. Так, ага. И ничего, два месяца шли вот эти вот непонятные... Разборки? Ну, не разборки, я не разбиралась, у меня сил не было. И плюс это было прямо перед экзаменом, у меня было несколько проектов до этого, ну, у нас. Да. И плюс дальше вы поймёте, что мы ещё были в разных ассоциациях, то есть ещё были проекты там. То есть было не до этого, но это мои чемоданы, соответственно, разбираться должна я. Ну, то есть разборок не был, я просто пыталась найти свой чемодан. Выяснить, что с ним случилось. Так, очень интересно. Спустя два месяца, два месяца разных митингов и так далее, мне говорят, что, ну, в общем, чемоданы не найдутся. Вы делали митинги за пустых чемоданов. Это так иронично. Нет, нет, на самом деле они меня довели до нервного срыва, ну, почти что они ничего не довели, потому что я уже подавала на них суд. У меня уже был свой адвокат. Ничего себе! Это не шум. Да, да. Это дело принциповое. Нет, просто это место. Они такие, они очень нравы. Они нам очень много потрепали нервы. Да, на самом деле. То есть ты платишь деньги, и ты платишь немаленькую сумму, и потом ты получаешь такие вещи. Это очень неприятно. Если мне что-то обещают по жизни, я хочу, чтобы, как и я, выполняют, и мне выполняют. То есть там был накопительный эффект. И так мы были чем-то там-то тут-то недовольны, а тут ещё и три чемодана пропало. Да. И они даже, знаете, вот удивляло то, что они даже первое время не извинялись. В смысле вы не извиняетесь? Вы должны принести как бы свои извинения, что вот так-то получилось, и попытаться решить. Они говорят, это your responsibility. Окей, my responsibility, я задавала вопросы, всё ли в порядке, там ли мои чемоданы. Дальше ваш responsibility было оставить чемоданы на месте и не трогать их. И мне потом говорят, we donated them. В смысле ты donated делала? Что? Почему? Что за страна, блин? Да, эта страна полна разных вот подарочек. Сюрпризов. Да, это даже не сюрпризы, это реально подарочки. Непонятно, за что. В смысле вы donated делали? Она говорит, ну, как бы мы, если есть какие-то вещи, которые не забирают никто, мы делаем donate. Я говорю, я не забирала, я оставила там, чтобы как бы 40 джин, никто их не трогал, и уменность не занимала. Узун всё один касался. Да, в общем. Я, не дойдя до суда, не потрепав нервы себе и адвокату, мы просто решили этот момент тем, что они купили мне три чемоданы. А, да, они купили. Ну как, ещё бы они не купили. Ну как сказать, они писали в групповой чат, если кто-то хочет donate нам чемоданы, пожалуйста, спустите их вниз. А я, видя это, написала им сообщение, что я делаю вам последний раз, предупреждаю вас, потому что спустя два месяца, это было ту матч, я написала, что я предупреждаю вас последний раз, чтобы завтра в 9, правильно, там какое-то время, у меня было три чемодана. Мне не интересно, что вы делаете. Но они все прямо из антикетов и так далее. Ну, не антикетов, не важно. Я сказала, что не делайте так, не доводитесь до того, чтобы мы пошли с вами в суд из-за этих трёх чемоданов. И они боятся слова «суд», «адвоката». Очень важный момент. Только когда она это сказала, они такие, «Хорошо, мы найдём три чемодана». До этого они такие, «Нет, это твой responsibility, мы вообще тут ни при чём, это вообще твоя вина, какие три чемодана». Поэтому, да. Вау. Ну, это было ужасно. Это реально огромный стресс, когда тебе нужно переезжать с одного места на другое и учитывая не только академические моменты, а то, что мы ещё искали квартиру, мы искали, где жить. И представьте, я понимаю, что за два дня до выезда у меня выходит такая, ну, как бы ситуация того, что у меня ещё нет чемоданов, я жду. Я же должна собрать вещи, я же должна переехать. Да, нам помимо того, что в Баку уезжать, нам ещё и упаковывать вещи, перевозить в другое место, мы опять переезжаем с места, где мы живём, и поэтому это всё было вот такая вот каша. Хорошо. Давайте чуть-чуть оставим истории, но мы к этим историям вернёмся. Историй, по-моему, очень много. Чуть-чуть академически, насколько сложно, насколько легко, насколько много времени у вас занимало заниматься? Ой. Ой. Да, я считаю, я и считала до этого, и считаю до сих пор, что всё зависит от того, как ты распределяешь свой день. Я не говорю, что мы идеально, ну, за себя буду отвечать, идеально распределяю свой день. Я могу один день заниматься как кибер-убийц, 24 на 7, а другой день лепёшкой. Ну, условно говоря, нам один-два часа в день, и мы садим. Да, отдых. Ну, как бы, если ты правильно распределяешь своё время, да, и находишь время и на отдых, и на учёбу, у тебя не будет никаких брейкдаунов, у тебя ничего такого плохого не будет, за исключением определенных каких-то там ситуаций. Как бы, это выносимо, это нормально, но там не столько сложный контент, сколько его слишком много. То есть там нет такого, что тебе дадут материал, и он настолько сложный, что ты вот в нём убейся, но ты не разберёшься и не поймёшь. Но просто времени на всё, про всё не хватает, потому что они очень много пихают тебе, и на первом году это намного сложнее, потому что это абсолютно другая система обучения, чем Баку. И, то есть, мы пытались успеть абсолютно всё. И вот и читать нам дали, и лекции смотреть, и то. А потом ты немножко определяешься, ты понимаешь, что, как, нужно, какой предмет, чему больше времени уделять, почему меньше. И проблема в том, что они всё идут и нужным материалом, и не нужным. И ты должен сам понимать, что будет нужно, а что нет. Там бывает очень много ещё, где они дают дополнительных материалов. А мы, то есть, опять-таки, вот в чём отличаются от Баку? В Баку вот всё, что тебе дали, ты всё должен сделать, по сути. А там они как бы вот дают, а ты вот уже сам разбирайся, что тебе нужно, что не нужно. То есть были предметы, где мы не смотрели лекции, только читали книги. Были предметы, где мы... Было нужно и то, и то. Было то, где мы только смотрели лекции и идеально сдавали экзамены. То есть, опять-таки, там уже это дело опыта, мне кажется. Какие-то типсы есть молодым людям, которые туда придут? Я считаю, что люди, которые сети сдавали, им никаких проблем не будет. Потому что как в высоте, так и в разности тебе нужно делать скимминг. Очень много скимминга. Не нужно читать каждую линию, как заучку учить всё, пытаться понять, выучить всё, зачем это делать. Главная вещь запоминать, делайте конспекты вовремя, делайте всё вовремя. Моя личная проблема была в том, что я любитель откладывать. Ну, я думаю, что у нас это у обеих есть. Вот. Нужно уметь быстро. Особенно на первом году откладывать. А, откладывать. Вот насколько бы это реально банально не звучало, там просто нужно делать вовремя, потому что ты не сделаешь контент первой недели, тебе нужно будет делать и первую, и вторую. То есть это не один предмет, у тебя по 5-6 предметов, оно всё очень быстро накапливается. И то есть у нас были случаи, где мы на 4 недели отставали, такие, надо быстрее, быстрее. А это бывает почему? Потому что у тебя есть quantitative subjects и quality. и пока quality ты можешь быстро всё сделать, потому что это просто ты читаешь, да, и запоминаешь, как-то у нас было там в определенных предметах, там psychology и так далее, organization, то есть другие, где find as equal, ты должна или должен, не важно, то есть сидеть, практик сделать, а для этого нужно время. Время, и не всегда всё получается с первого раза, и не всегда всё понимаешь с первого раза. Если всё вовремя делать, сколько часов примерно в день уходит? У меня нет примерно во время. Вот у меня тоже вообще нет. У нас в этом плане очень flexible schedule, если так можно сказать. Мы можем прийти в универ, в библиотеке, начать заниматься с часов, ну, 12, условно говоря, и к 4 уже какие-то сложности. То есть это когда-то как? У нас было время, когда мы приходили чуть ли не в 8 утра до 11 вечера и просто не выходили оттуда. Было, когда мы могли прийти в 4 вечера и до 8 закончить. Это зависит от предмета, это зависит от того, какой блок, потому что у нас система блоков, у нас каждые недель 7 меняются предметы, в основном, почти все, за исключением есть парочку, которые длятся 2-3 блока. И поэтому это все зависит от того, какой у тебя сейчас блок, какие у тебя предметы, какой предмет, сколько времени требует, есть у тебя проекты сейчас, по какому-то предмету нету. И на самом деле, вот что важно, да, отметить, это то, что в Erasmus в принципе очень flexible schedule, мне кажется, постоянно. То есть там действительно очень много self-study и ты уже сам выбираешь, когда ты будешь это делать, когда ты прочитаешь, когда посмотришь лекцию и все такое. Там очень мало, когда бывает так, что тебе прям нужно что-то посещать, что там обязательное посещение. В основном, то есть ты можешь даже не прийти на лекцию, то есть как успел, как подготовился к экзамену, так и подготовился. За посещение оценку и так далее не ставят? Ставят, но это зависит от предмета. От предмета. В некоторых предметах, то есть нам нужно посещать воркшопы, но то есть это не каждый предмет, нет такого, что абсолютно каждый предмет, каждая лекция, это должен там быть, нет. Вы сказали, что по некоторым предметам вам нужно проекты сделать. Да, по большинству, если честно. Да, очень много проектов. Допустим, какой-то запоминающийся. Ресерч проект, он давал нам 10 кредитов, и он длился на протяжении двух-трех блоков. Трех блоков. Для сравнения, за год мы должны набрать 60 кредитов, и вот один этот предмет занимал 10. 10. И было сложно, потому что нужно было выучить R-language, нужно было работать с ним, делать разные проекты одному в группе, одному делать презентацию по тому, что ты сделал. То есть это не только кодинг, и это не только то, что ты там занимаешься, а сам делаешь. Это real case? Какой-то кейс вам даёт? Один раз нам давали, другой раз нам нужно было самому предметам. Да, по разным предметам. Вот у нас был ещё один предмет, entrepreneurship. То есть, грубо говоря, неприятный предмет. Ой, да. Просто не о чём? Просто вода. Да, но вот мне почему-то вспомнился кейс как раз-таки настоящий, потому что нам дали кейс Вайз Нос. Это голландская компания. Мы читали про эту компанию, и потом мы должны были написать как раз-таки проект. Я не помню, какая у них была цель? Увеличить продажи. Да, вот это, грубо говоря. Нет, это твой iPhone. Короче, допустим. Не важно. То есть нам часто дают какие-то компании, которые действительно существуют, о них какую-то информацию, и дальше они такие, ну вот, придумайте им стратегию. Или какая стратегия должна быть, чтобы у них вот там поднялись продажи на столько-то миллионов. Или вот пятое-десятое. И помимо того, что ты просто, надо придумать и написать, надо написать, а почему это будет действительно, а почему это сработает. Надо постоянно вот этот референсинг, надо находить ресурсы, которые подтверждают, что ты действительно говоришь что-то стоящее. Вот, по такому типу много проектов. Но в этом плане стратегия от менеджмента была намного сложнее лично для меня. Понимание того, что ты должен работать один. Это, конечно, прекрасно, но тебе нужно было с самого начала делать весь ресерч самому. И они оценивали данные. Ну, во-первых, это просто один курс, который состоит из одного проекта. Всё. Оценка ставится. Ты можешь начать, когда хочешь, закончить, когда хочешь. Да, вот просто там дедлайн закончился. Здесь любой ресерч, любой анализ сам, какой ты хочешь. Тебе дают пример, что вот ты можешь делать стип анализ, например, свод, там ещё что-то. Но там есть диагноз, десайт, дэливер, что-то такое. И ты должен по каждому из этих вот критерий сделать по несколько анализов. Неважно, колотиклон. То есть нам дают проект, там даются чёткие инструкции. Ну, не совсем чёткие, раз они кому-то ещё. Чёткие. Чёткие в плане того, что вот, чтобы в вашем проекте было вот это, это, это и это. А вот дальше уже ты сам разбираешься, сам что-то пишешь, учителяешь и так далее. Причём, когда ты, я сравнивала проекты вот некоторых ребят, просто вот интересы ради, у кого какие оценки, и они могли написать определённое количество, ну, упомянуть анализов, которые ты можешь сделать. И, например, я сделала financial analysis, которого не было там. Ну, или был, но не так deep, как сделала я. И в критериях мне дали за это плюс. А вы же не отмечали это как момент того, что это нужно сделать. И всегда, обычно, когда нужно что-то сделать, они как-то emphasis, ну, как бы, я не знаю, подчёркивают, что было бы неплохо, если бы вы это сделали. А тут делать-то хочешь. Вообще, то есть ноль про это. Они просто дали нам, к примеру, презентации, где было, там был абсолютно каждый анализ. Ага. И то есть оттуда ты просто листаешь и выбираешь, какие анализы сделать. Там был даже company map, помнишь? Да, и при этом там даются баллы за то, насколько вообще релевантны, какие именно анализы ты делаешь. Они докапливались даже до шрифта. До всего, до всего. Там даже был пунктик того, насколько убедителен твой дизайн, чтобы, да, чтобы вот, видимо, на него посмотрели, такие, да, мы берём эту стратегию. Да, окей. Я понимаю, честно, с одной стороны, возможно, потому что я понимаю тему маркетинга и так далее, когда ты предлагаешь какую-то идею, она должна выглядеть красиво, да? Ты смотришь, видишь красивую картинку. Но это настолько нелогично, потому что никто на это огромный эмфасис не делал, и все презентации, которые нам давали софар в университете, они не были какие-то супер какие-то презентации, есть переход, трансляции, ну, обычные презентации восьмого класса. Но ничего такого, вау. Один вопрос насчёт, перед тем, как вернуться в жизнь, обычную жизнь. Ты, например, internship делала в конце первого курса. Да. Мне интересно, что то, что вам учат в университете, это помогает? Помогло даже? Да. Более того, скажу, был определённый анализ, назывался SWOT analysis, и он мне очень сильно помог, когда мне нужно было сделать introduce нового продукта в данном. Вау. что мы знали, что этот продукт знают в Грузии, знают в России, в Азербайджане его не знали. Нужно было подойти с такой стороны, где продукт, ну, нужно было понять, вообще, интересен ли нашему населению targeted group, и потом нужно было попытаться сделать так, чтобы, в общем, продукт был не только просто был, а ещё как-то со стороны маркетинга показать его с лучшей стороны. Вау. Неджеп, сейчас не делаешь internship? Объясняю, потому что я решила взять время для себя, вот. Отдых? И на этом конец, потому что в течение этого года я была уже в четырёх ассоциациях, и мне этого было too much. Ну, то есть, это было интересно, но иногда ты очень сильно устаешь. То есть, первый год у меня прошёл прекрасно, в плане того, что я была просто амбассадором университета, и у меня была одна ассоциация. Второй год у меня появилось сразу очень много responsabilities, причём в разных вещах. Это не была одна сфера, это не был только маркетинг, нужно было делать разные вещи, и мозг просто взорвался, потому что проекты тут, там, сложно. Окей. Ты internship не делала, но вместо этого было много ассоциаций. Три, да. Три. Теперь поговорим, вот ассоциации вы говорите, я не понимаю, что за ассоциация, что вы собираетесь, что вы делаете. Что такое ассоциация? Ассоциация это как маленькая организация при университете, чаще всего созданная как раз таки учениками, то есть, я так понимаю, это может сделать любой ученик, ему пришла идея, он должен найти своих последователей, что-нибудь начать, и в принципе, да, университет это принимает, поддерживает, ассоциации чаще всего создают какие-нибудь мероприятия, профессионал и не только, да, то есть, бывают какие-нибудь сошел-эвент, где можно пойти, познакомиться с кем-нибудь, просто весело, хорошо провести время, бывают какие-то профессиональные, то есть, мероприятия, где ты получаешь какой-то новый опыт, узнаешь какую-то новую информацию, можно договориться с какими-то людьми, которые работают в компаниях, чтобы они пришли, что-нибудь рассказали, то есть, на примере могу рассказать, были случаи, где приходили люди, они рассказывали, как найти интерншип, была женщина, которая в KPMG, она работает именно тем, что она нанимает туда сотрудников, и она рассказывает, то есть, она делает такую мини-презентацию, потом ей задают вопросы, с ней можно тоже отдельно поговорить, и, в принципе, это все разного плана, начиная от того, как лучше написать CV или воркшопы по тому, как вести себя на интервью, то есть, абсолютно на любую тематику можно сделать ивент, и организации этим занимаются, каждая организация, естественно, ну, ассоциация, у них какая-то своя цель, они на чем-то больше специализируются, и, уже отталкиваясь от этого, они делают свои мероприятия. Были ассоциации, которые вы создали? Нет. Были задатки, но пока что нет. Окей. Ты была в четырех, ты была в трех, чтобы было еще понятнее, можете назвать или имена, по которым я смогу понять, чему служили эти ассоциации, или же их цели, вы сказали, у каждой ассоциации есть цели. мы можем так коротко рассказать название и цель. Я была в ISR, это International Students Rotterdam, это ассоциация, нацеленная на то, что с пониманием того, что в университете очень много интернациональных студентов, которые находятся не у себя дома, которые не понимают, что и как, и это просто организация, которая нацелена на то, чтобы ребята могли вместе проводить время, подружиться, как-то понять, как вообще функционировать, то есть мы, например, я там была в, там, во-первых, есть разные отделы, начиная там от маркетинга, заканчивая External Relations, и в External Relations была я, там, там группа людей, там есть главный человек, который отвечает за этот, скажем, департамент, и есть вот группа, которые делают, у каждого есть определенные какие-то таски, цель, в принципе, вот External Relations мы должны были создавать коллаборации, то есть мы писали людям, мы добивались, чтобы членам ISR были какие-то скидки, куда-то бесплатный вход, то есть это были какие-то коллаборации с другими организациями, чтобы мы вместе какой-то ивент создали, помимо этого мы еще создавали официальные как раз-таки мероприятия, больше не на social life, а на то, чтобы более какой-то профессиональный опыт. Один пример от тебя? У меня была Women Business Network, это та организация, в которой мы были обе, причем в одном и том же тиме, вот, Project Lead, Project Team, если не ошибаюсь, мы создавали проекты, мы тоже делали мероприятия, вот там уже мы конкретно, да, и те-те мероприятия мы организовывали, там уже было глубже в плане, там надо было и место найти, и договориться, и, то есть, количество мест, а сколько примерно может прийти людей и так далее. это плюс-минус было то же самое, что в ее случае в ISR, у меня же это было, помимо этого, Erasmus Tech Consulting, еще был Erasmus Center Entrepreneurship и был UNICEF, но UNICEF, я думаю, объяснять не буду, я что это такое, Erasmus Center Entrepreneurship, это было связано с Entrepreneurship, как сделать так, чтобы студенты и вообще, в принципе, ребята, которые стоят в данной организации, знали, что такое Entrepreneurship, создавали свои организации, стартапы, то есть, наша организация помогала в создании новых, стартапов каких-то с определенной sustainable экологической целью, ну, а Tech Consulting это опять-таки Consulting и Tech World в одном, то есть, это было очень много обойти о консалтинге и мы чаще всего создавали какие-то, проводили ивенты с Deloitte и KPMG и с разными другими компаниями. Эти, назовем, extra curriculum activities, какие-то кредиты вам дают? Нет, это voluntary work. Но вы добавляете это в резюме, и в резюме это считается почти так же, как и internship, например? Нет. Не сказала бы, что почти так же, но по-любому как плюс считается, потому что я могу сказать за себя лично, что ты получаешь там опыт. но знаете как, то есть, есть момент, например, у нас, когда ты переходишь на третий курс, у тебя есть разный выбор, там три выбора, если быть точнее, и у тебя есть internship option, и то есть, там тебе даются кредиты, там ты делаешь репорт, то есть, это более все официально. Ассоциации, ты можешь в ней остаться, можешь уйти в середине года, можешь присоединиться, наоборот, в середине года, зимой, там есть набор, то есть, ты можешь что-то делать, что-то не делать, не в каждом тиме ты что-то делаешь, например, в маркетинг-тиме у нас был один мальчик, который просто дропаутнулся из-за определенной своей причины, и никаких legal consequences не было, но в internship ты так сделать не можешь, у тебя есть контракт, тут же контракта нет, ты это делаешь для себя, для своего CV, internship намного серьезнее. Грубо говоря, это волонтерство, и тебя к ничему такому серьезному не обязывают. Хорошо. Да, возвращаясь к обычной жизни, не учебной, я слышал, что иногда бывают проблемы со страховками, может быть, с врачами, не знаю. А, у меня еще с телефоном проблема была, я вспомнила. Так, рассказывай. Есть момент, короче, когда вы покупаете... Выпуск проблем, так. Да, на своих проблемах говорим, что, пожалуйста, не делать так. Учитесь на наших ошибках. Старайтесь, по крайней мере. Да. Мы решили сделать такой подарочек себе, не за свои же деньги, телефон. Вот. Мы пошли, договор все супер, выбрали цену, цвет еще мы два часа выбрали, но суть не будет. Все выбрали, все супер, контракт тоже хорошо. Но был такой моментик, что нужно было перейти с одного провайдера на другой, в моем случае. Вот. Я перехожу, возвращаюсь в Баку, все прекрасно, все супер, симка работает, телефон вроде тоже. Зарегистрировалась даже тут, то есть все прекрасно, все супер. Возвращаясь обратно, я вижу, что у меня минус 200 евро. Нифига себе. Минус 250, ну, в общем, неважно, под 300. Я такая думаю, ну, круто, супер. Причем, дело в чем? Дело в том, что если даже исписывается сумма, то это 20-30 евро, я это понять могу, потому что это переход с одного оператора, ну, как бы это make sense. А 300 как-то, ну, не очень логично. Да, long story short, короче говоря, они оставили мне оба провайдера и снимали деньги, то есть из телеком и там с другого. Ты же не пользовалась? That's the point. Но им было без разницы, они снимали и с одного, и с другого. Так. Всё, и я им объяснила ситуацию, это всё тоже длилось очень долго, очень много, опять-таки, и причём тогда они даже не принимали наши колы, они просто вот переписывались, вот и всё. И я по приезду решила этот момент и не вернули. Нет, нет, тогда ещё до сюда не дошло. Это была моя первая ситуация, тогда я была доброй, потом меня жизнь научила, да. Вот, да. Я до сюда не дошло. Я просто им написала несколько раз, объяснила ситуацию и всё, в принципе, мне вернули деньги. Ага. Хорошо. И там было менее проблематично, то есть всё было поняли, извинили, всё. Хорошо. А, на этот раз они были более понимающие, чем... Да, да, потому что они, и они были быстрее в плане решения проблем, всё очень быстро решились, потому что они поняли, что это их проблема, их responsibility, всё, тема закрылась. Со страховками что? Ой, Аллах, это ужас, что-то ужас. Надо заранее регистрироваться. Не, на самом деле, со страховками не так всё плохо. Вот если ты зарегистрировался, если оно у тебя есть, всё окей, но важно отметить, чего мне никто не говорила, я, в принципе, не могла об этом подумать, у тебя есть страховка, это не значит, что ты можешь попасть к врачу. Это значит, что теперь ты имеешь право зарегистрироваться в учреждение, где у тебя будет GP, это general practitioner, это общий такой врач. Надо регистрироваться туда, они не всегда, не всех принимают, надо подавать несколько мест, это иногда бывает проблематично. Это чтобы страховку получить или к врачу попасть? Нет, страховка, вот если уже есть. И ты хочешь попасть к врачу? Нет, ещё даже не хочу, просто заранее на будущее. На всякий случай, если у меня будет болеть что-то? Что-то, чтобы я вообще имела право попасть к какому-то врачу, надо регистрироваться туда, потому что я это узнала, когда у меня была температура под 40, я звонила, говорила, у меня есть страховка, куда я могу обратиться? Мне говорили, general practitioner, я говорю, кто это вообще такой, откуда, что? Они такие, надо записываться заранее, сейчас в середине года ты вообще никого не найдёшь, там очереди огромная такая. У каждой есть свой, условно говоря. Да, да, да. Да, то есть там надо записаться, чтобы ты уже у них числился, и только тогда, вот где ты числишься, если тебе там плохо, ты хочешь к врачу, ты можешь заранее там зарегистрироваться. Но с моей страховкой таких проблем не было. Я просто зашла, и мне помогли. Ну, то есть я сделала appointment, я выбрала GP, который, ну, мне понравился по имени, фоток не было. Я просто, это была женщина, и всё, я записалась к ней, у меня вообще проблем с этим не было. А почему так? Ну, подожди, у тебя какая страховка? Вот у меня было то же самое. Ну, вот, видимо, ты прямо пошла к ним? Нет, нет, это всё онлайн ты делаешь. Я сделала онлайн appointment, и всё, у меня проблем не было. Я просто зашла, причём это было рядом с домом, ну, одна остановка, неважно, прям рядом с университетом. Я зашла туда, и потом на лекцию. Вообще. Ну, тебе сказали другое. Да, мне сказали, что если у тебя нет GP, ты никому попасть не можешь, тебе никто не поможет. Возможно, потому что у тебя был кейс, прям urgent, у тебя была температура у меня. логично, что ей нужно помочь? Да, ну, ну, да. Ну, да, вот. Потом я поговорила с другом голландцем, и он сказал, то есть, ну, тут, там надо быть записанным к какому-то GP, потому что, в принципе, если тебе нужно к врачу, то ты обращаешься только к нему. Если тебе, у тебя проблемы с глазами, с пальцем, с носом, с чем угодно, ты идёшь туда, и он смотрит, и потом решает, нужно тебя направлять к кому-то другому врачу, уже более специализированному, или нет. Значит, процедура какая? Страховку, когда вы получаете, во-первых? Мы не получаем, вы сами находите её. Да. Вам никто не предлагает даже это, вам никто не говорит о том, что вы должны это делать. А это обязанность. Вы можете весь год там жить. Нет, я понял, вот, чтобы люди знали. Сейчас, хорошо. Вы поступили, получили визу, вы туда идёте, потом страховку там аплодилаете. Да, когда хочешь. Да, то есть, это неважно, то есть, можно за неделю до отъезда. Ходят за три месяца заранее. Да, либо ты приезжаешь, и, то есть, ты находишь, там есть разные страховки. Но желательно AON, потому что она более официальная. Если честно, в моём понимании, как я это осознала, для ребят, которые иностранцы, тем более, НОН и Ю, вам лучше взять AON. Да, дорогая, да, не предоставляет очень много плюсов в плане стоматологических каких-то моментов, связанных там с брекетами, с операциями определенными, но это одна из официальных. Возможно, есть другие, которые я просто не знаю. А-У-Н? А-О-Н. А-Н-А-О-Н, окей. Вторая, которую я могу посоветовать, это иншурту стади, потому что у меня произошли проблемки с AON, и я обратилась к ним, и с ними тоже у меня всё нормально было, то есть ты заходишь на сайт либо AON, либо иншурту стади, и там уже идёт процедура того, как ты делаешь аплай. И там есть разные пакетики. Да, то есть ты выбираешь, то есть вот этот пакетик тебе, или вот этот, сколько ты платишь, что в это входит, что не входит. И потом на руках эта страховка, ты аплай делаешь к практичанеру. Да. Онлайн ты это сидёшь, никуда не идёшь. Да, да, да. Просто тебе приходит подтверждение, что да, теперь у тебя есть страховка, и ты начинаешь искать GP, то есть это тоже разные учреждения, и ты тоже туда подаёшь. Могу сказать, JANS. Это имя? А, окей, да. Да, это та, вот где я записываю. Имя человека? Нет, это учреждение, это, как она? JANS. J-A-N-S. Ну, что-то... это не больницы, не поликлиники? Что-то вроде. Не совсем. Это как маленький кабинетик, где решают твои проблемы со здоровьем. Это даже не больницы, это даже не поликлиники. Просто они перенаправляют к нужному. Условно говоря, да. Грубо говоря, ты не можешь сразу попасть к специалисту, ты должен прийти к нему, чтобы он посмотрел, либо назначил лечение, если это что-то лайтовое, либо если он уже считает нужным, он тебя перенаправит. Невероятно. Но у меня это было всё в одном месте. У меня это был чуть ли не один и тот же человек. Я не знаю, мне так повезло, или что. У меня это был один и тот же человек, который задал мне вопрос, какая у тебя проблема, предложил мне в тот же момент решение этой проблемы, и потом предложил, чтобы я скейджел сделала так, там же не онлайн. К тому же? Да. Вот, вот эта история. Потому что это и есть general practitioner. И если ситуация... Ну, то есть я, например, к ним обращалась, раз 10 я приходила, и раз 10 меня не считали нужным перенаправить. Они чаще всего решают сами лечить. Вот. Я не знаю, насколько там экстренная должна быть ситуация. То есть, а, единственное, на что меня перенаправили, у них нет уже аппаратов и всего такого, чтобы там сердцебиение послушать, уже вот меня тогда направили. А всё остальное, то есть, что касается просто полечить, выдать лечение и так далее, они сами это делают. Окей. Последний вопрос, чтобы вся картина, можно ли к GP тоже апплайнуть, будучи в Баку? Да. Да, но главное, чтобы была страховка. Но, если честно, сейчас, когда я вспоминаю это всё, страховка — это самое последнее, о чём вы должны думать. Самое первое — это municipality or whatever. Ты должен получать документ о том, что ты приехал, ты существуешь, и ты живёшь по данному адресу, то есть ты зарегистрирован. Если у тебя этого не будет, никакая страховка, никакой телефонный номер, ничего тебе не поможет. И это ты должен сделать желательно в первый месяц по приезду. Ты идёшь туда, ты показываешь все свои документы со своим residence permit, там, визой, неважно. Ты идёшь, даёшь себе документы. Сейчас немножко там процесс поменялся, как мне объяснили. Немножко другие документы требуют. У нас были ковидные времена, плюс-минус. Требовалось немножко всё по-другому. Ты подаёшься на это, ты ждёшь. Пока ты этого не сделаешь, ты не имеешь права покидать страну тоже, если я не ошибаюсь. residence permit — это другое? То, что ты говоришь, это другое? Это BSN number мы получали. Да, нужно получить... Вот по приезду туда... И он нужен везде, везде. Ну, по приезду туда в течение первого месяца очень важно заняться получением residence permit и BSN number. Да. Это две вещи, которые тебе нужны везде, даже в плане каких-то моментов с университетом связанных. И ещё я бы посоветовала ребятам, которые поступают и едут туда, если им нету 18, подумать о вопросе карты и не забыть, что, будучи несовершеннолетним, там очень сложно, в редких случаях как-то можно открыть карту. Но я буквально недавно этот момент обсуждала, если вам есть 18, открывать ING спокойно. Ну, это совет. Нет, ну это да. Если вам нет, идите в Rabobank. Это банк, единственный банк so far, который открывает вам банк-аккаунт, даже если вам нет 18. То есть ты идёшь с вами документами, объясняешь ситуацию, они делают вам исключение. В виде исключения открывают банковские аккаунты. То есть объяснить ситуацию, что вы там уже поступили, что вам там, например, скоро 18, вот всё такое, там надо именно поговорить, объяснить, и они могут сделать исключение. И это ты не делаешь онлайн. Ты опять-таки идёшь, что ни в случае ING, что ни в случае Arabobank. Мне пришлось ехать на юг Голландии, это не суперспокойный район, и там, в общем, одному лучше не ехать в плане ING. Но в плане Arabobank очень много разных мест. Если идите, то есть вы должны это сделать в реальной жизни, это не делается онлайн, не делалось, по крайней мере. Идите открывать и тоже постарайтесь это сделать в первый месяц. Важно отметить, для открытия банковского счёта нужен BSN-намбер. Поэтому начинаете вот. Именно с первого, это как раз-таки Resenspermit и BSN-намбер. А потом уже всё осталось. Потому что это документы, которые почти везде требуются, как минимум, чтобы они знали, что вы не просто на визу, не просто приехали месяц тут отдохнуть и уехать. И есть ещё один момент. Конечно, это мелочь, но я считаю, что это не мелочь. Есть места, которые не принимают наши азербайджанские карты. Соответственно, пока ты открываешь свой Dutch Bank аккаунт, занимает достаточно немного, ну, немало времени. Соответственно, вы всегда должны иметь наличку. И эта наличка не 200 евро, как я по глупости принесла, купюру 200 евро на меня, посмотрели на купюру, сказали, мы вам разменять не можем. Я просто так осталась. Но, слава богу, у меня были купюры поменьше. То есть принесите определённую сумму денег. Я не говорю вам 10, 50, 100, 200. Принесите определённую сумму денег, потому что есть магазины по типу Альберт Хайн, которые принимают либо Dutch Bank аккаунт, ну, как бы банковскую карту, либо же наличку. И это уже ваше дело, чем вы расплачиваете. Но азербайджанскую карту не принимают. Помимо этого, есть разные магазины, которые просто говорят, ну, нет. И ты остаёшься так со своими вещами, продуктами. Удивительно. Поэтому, да, наличка нужна, если нет. И 200, пожалуйста, не берите. Не надо. Оставьте себя. Немножко. Харда. Радуйтесь. Харда. Хорошо. На путешествия вы успели потратить время? Да. Так, хорошо. Но больше в течение второго года. Да, в начало второго года. Невероятно просто. Вот, живя в Голландии, можно, ну, не только в этой Европе, можно очень легко передвигаться, путешествовать, там, побыть несколько дней там, несколько дней тут. Расскажите про Алина, ты теряла опять что-то? Да. Алина и терять, это синонимы. Никнейм Алина Теряшка. Нет, вот терять, я теряла не столько в путешествии, у меня была ещё одна история с потерей. Так, рассказывай. Я ехала в Баку. Мне, видимо, не судьба иногда бывает сюда приехать, я не знаю. Я была какая-то уставшая, я вылететь, должна была с аэропорта в Амстердаме, соответственно, с Роттердама надо поехать на поезде в Амстердам. Я еду на поезде, чувствую, что я такая вяла, ставлю на всякий случай за 10 минут до того, как я должна доехать до Амстердама, будильник, чтобы, если что, я проснулась. Я ещё вот так вот как-то облокотилась, и я помню, у меня, короче, чемодан и сумка, рюкзак. Я подумала, рюкзак у меня уже один раз крали, я взяла этот рюкзак, обняла, чтобы на всякий случай меня никто его не украл. Я не смогла уснуть, будильник я выключила сама и уснула. Уснула, открываю глаза, смотрю, написано, что моя станция, мне надо выходить. И я всё хватаю, выбегаю, там ещё женщина стоит, которая работает. Я у неё спрашиваю, это аэропорт, она такая, да, я такая, просто выхожу. С рюкзаком? С чемоданом. Опять рюкзак? Ты же обняла рюкзак. тот же самый рюкзак. Да, но почему-то рюкзак я обняла, и когда я выходила, я его оставила и взяла только чемодан. Я вышла, поезд уезжает, а я ещё записываю голосовое, что сейчас такое произошло, я чуть не проехала свою станцию, ей-богу, лучше бы станцию проехала. Я осознаю, что у меня нет рюкзака. Я поднимаюсь наверх, там... На этот раз паспорт был, внутри ещё. Да, да, всё, у меня там, короче, компьютер и паспорта, документы. Mental state, айда. У меня было так же, вот это айда. я поднимаюсь наверх, там люди, которые общаются, я не помню. Front desk, что ли, какой-то? Не знаю, они с customers общаются, короче. я подхожу, объясняю историю, он спрашивает, какой поезд, в начале, в конце, в середине, где в поезде я потеряла. Я говорю, я вообще не помню, надо запоминать, куда ты садишься в поезде. Было бы неплохо. Я хотя бы помнила, во сколько он выезжал, поэтому знала, какой поезд это был. И они что-то начали звонить диспетчера, я такая, просто на любой следующей станции пусть они выкинут эту сумку, я за ней приеду, всё нормально, всё хорошо, просто пожалуйста. Они такие, нет, мы такого не сделаем. Я такая, ладно, а что? Нет, мы ищем. И мне попался просто на моё везение очень-очень противный мужик. Так. Всё, что я его спрашивала, он говорил мне, no, no, no. Я такая, ладно. Типичный голландец. Да-да-да, он потом мне такой, если вы чем-то недовольны, позвоните в колл-центр, пусть так разбираете, они то же самое сделают. Я такая, ладно, разбирайтесь. Он ничего абсолютно мне не говорил, и потом такой, твою сумку нашли, во сколько-то там её доставят в Роттердам, через два часа после того, как должен был быть мой выли. Я такая, ладно, я ещё сижу на нервах, я не понимаю, то есть может быть они как-то сейчас смогут это сделать, там, я не знаю, может Айтан возьмёт, пока она приедет, или мне поехать забрать, как будет быстрее. спит вообще, не понимает, что происходит. А там просто, а у меня вот буквально час уже остаётся до вылета, я на нервах такая, может я как-то успею, может что, ну в общем, потом он мне говорит, то есть в час забирать, а у меня там буквально, скажем, в одиннадцать вылет, я такая, ну понятно, и всё, так я и пропустила свой рейс. А, рейс. А потом, что случилось? Продолжаем. А, блин. Это ещё не конец. ё-моё. Нет, нет, это был вообще не мой день, потому что, во-первых, я поехала сдавать заново тест на ковид, так как он уже был бы просроченный, так как я купила новый билет в Баку, я пошла делать новый тест, по дороге на тест я ещё умудрилась где-то упасть, и я... Пришла с синяками, когда-то побили. Я с этим чемоданом, в общем, притащилась, тест мне сделали, я приехала, а мы тогда жили на территории универа, я приехала, и у нас там есть ещё магазин. Спар. Да, я захожу в этот спар с чемоданом, говорю с мамой по телефону. И она причём по дороге говорит, мама, я больше ничего не потеряю. то есть мама, я такая, я супер внимательна, вот этим рейсом я уже точно прилечу, всё хорошо, я покупаю вещи, поднимаюсь домой, мне открывает наша румейтка дверь, я такая, ну, видимо, от меня не так легко избавиться, как вы думали. Она такая смотрит на меня, такая, Алина, где твой чемодан? Я забыла его в спаре. Ну, как можно было? Невероятно. Такой вопрос, ты всегда была такой, или в Голландии? Всегда, мне кажется, нет? Я не знаю, мне кажется, я не была настолько рассеянной. Вы знаете, мы начали вот весь этот эфир, не знаю, подкаст того, что учитесь на ошибках, Алина не учится. Это же не просто. Не, давай признаем, во втором году всё было лучше, во втором году я почти ничего, я ничего не потеряла. Почти? Не, если я какую-то вдруг мелочь не забыла. это что-то было. Нет, знаете что? Не, скоро будет этот твой перемет. Знаете, как она перемет держит? Вот так вот. Вот так, карта, перемет береги. На кардхолдер нет, кошелька нет, да? Хотя бы телефоном положить, на нюх или, да, просто. А, у нас ещё была история, как мы в маркете пробиваем вещи, проходим, выходим. А мы карту можете оставить там же. Господи. У меня телефон, я телефон забыла. Телефон она, да. Один раз в библиотеке мужик подходит к кофемашине, берёт мою карту, такой, Мамадова. Я такая, моя, такая, моя, верните, пожалуйста. Подожди, вернёмся, чемодан вернулся? Да, я пришла, он там уже на месте стоял. Ага, и рюкзак тоже вернулся. Кахатика. Да. И следующим рейсом с чемоданом и с рюкзаком. Совсем. А, не-не-не, важный момент. Не-не, не новая история, просто я настолько была перепугана, я не взяла чемодан, я взяла только один рюкзак. Я такая, пофиг просто, буду искать каким-то образом там в Баку вещи уже, я не буду много всего брать, вот за одним рюкзаком я должна уследить. И всё было нормально, я доехала спокойно. Вы не носите вот эту вещь? Я ношу. Нет. Но вообще-то я... Ты её забудешь где-то? Возможно, да. Есть один момент, если ты забываешь рюкзак, как это делают в Европе, очень много людей, просто наденешь всё спереди. Это очень круто. На самом деле, в Италии я так и делала. В Италии очень много воришек разных. У меня украли, конечно, салфопалку, но не суть сложная, не такая большая вещь, но просто травма. Ну, важно. Ну, было неприятно, потому что я была ребёнком. Но не так плохо, как документ потерять. Не, ну, тем более тогда как бы спереди надевай, и всё, в принципе. Ну, я сейчас стараюсь нигде не оставлять, супер внимательно. Алина, переместная ли яйца, карта, или Мамадова. Хорошо. Я думаю, сейчас всё получится. Не, ну, прогресс есть, но ещё Кюрала, а ты за два года должен, да, будешь прогресс? Сейчас они такая вроде. Сейчас путешествовать всё хорошо. Вроде бы да. Какие страны вы путешествовали именно в это время? Именно вот с первого курса вы сами? Первый раз мы поехали вдвоём в Бельгию. Прекрасно. Да, там была моя подружка, она позвала меня. Ну, я взяла Алину с собой. И мы были там несколько дней, в Брюсселе. Да, в Брюсселе. Мы поехали на автобусе. Вот такой экспириенс. Почему? Мне кажется, было нормально. Нет, я была просто... А, это сарказм был? Да, конечно. Я забыл, что ты мастер. Я, я, я была впервые на автобусе, потому что у меня мама боится всего этого. Даже на экскурсии какие-то я ехала всегда на машине своей. То есть весь класс в автобусе, я одна на машине. И тут я... Мне было очень страшно, потому что я боялась дорог и так далее, ещё какие-то такие дороги были. Но было весело. Так, Бельгия. Давайте... В Бельгии. Потом мы ещё вместе поехали с группой ребят в Париж. В Франции были, да. Невероятно. Но я во Франции была несколько раз до этого и после этого ещё. С семьёй и оттуда со мной с подругой. Но вот это один. Вот. Потом ещё до того, как... Кажется, да, закончив первый год, до того, как вернуться в Баку, я полетела в Венгрию. В Венгрии... В Венгрии... Я не помню последовательность, но мы... Почему она не я? Я тоже хочу шоколад. Блин. Так, Венгрию... Так, Венгрию... И я прилетела в Венгрию, и вот с Венгрии я успела побывать в Чехии, в Мюнхене, это Германия, и в Австрии. Вот. Это тоже был очень такой прикольный, классный экспириенс. Это всё было такой экспресс, очень быстро, по два-три дня в каждом городе, но всё равно прикольно. Я так не могу. Объясняю, почему. Мне легче вот полететь в одну страну, как я это сделала в начале этого года, Франция, если... Я там была в Монако, Монте-Карло, Канна, Ницца. Мне было круто, потому что это одна страна. Я очень сильно устаю, когда я меняю быстро локацию. Мне легче... Вот я была в Стамбуле несколько раз в этом году. Я была в разных городах и так далее, но это всё ещё одна страна. Так. То есть мне было легче так, и поэтому я чаще за эти два года была в Стамбуле и во Франции. То есть вот так вот получилось почему-то. На партии вы тоже ходили? Да. Было дело. Фестивали были какие-то? Были, да. Так. Какой? Разные. Имя какое-то известное есть? Я знаю только... Был один, где все люди выходили и катались на роликах. Был один фестиваль, где ребята просто бежали марафон. Тоже был очень прикольный экспириенц, потому что я поддерживала своих друзей, парочку, и они прям заняли одно и то же место. Было очень круто. То есть марафоны, это были вот на роликах катались, для меня это было настолько удивительно, наш народ настолько в каком-то плане, я включаю себя тоже в этот список, в народ, ленивые, потому что там людям под 80, под 70, и они катаются на роликах, на велосипедах. И это так мило, ты видишь парочку старых людей, которые катаются на велосипеде, там чуть ли не за ручку держатся, ну то есть они любят делать фестивали, всё, что связано со спортом. Ещё я вспомнила самое, наверное, классное, любимый мой праздник в Нидерландах, это День короля. Это 27 апреля, это день рождения короля. Какого короля? Того, что сейчас? Да, нынешнего. То есть День короля меняется с королём, как я понимаю? Мы так понимаем, да. Пока что мы не застались, но... Не, ну я так понимаю, да. Так, хорошо. День короля. Если праздник не вели вместе с ним, я не знаю. Не, если не важно. Может, выбирают именно того короля, который рождается 27 апреля, чтобы не менять традиции. Всё было бы очень страшно. Так, День короля. Все одеваются в оранжевый. Да, потому что это символ Голландии. У нас даже Айнджи Бэнкака, прекрасный цвет. Оранжевый, там типа львёнок и оранжевый цвет. Да, то есть у них символ вообще, их цвет это оранжевый. Все одеваются в оранжевый. То есть там были ребята буквально в пижаме жирафа. То есть кто-то одевался. Да, да, да. То есть там были парни, которые перекрашивали волосы в рыжий просто. Вау. Это очень прикольно, потому что ты просто выходишь на улицу. Мне кажется, абсолютно все в этот день выходят в город, на улицу. Все как-то креативничают, пытаются добавить какую-то, во-первых, обязательно оранжевый, какую-то изюминку по типу там, нарисовать флаг, да. Или там они вешают на себя флаг. Бывает очень прикольно. Вот мы в первом году праздновали это в Амстердаме. Но чаще всего очень много людей собирается в Амстердаме. Неважно там, король там или нет. Король, кстати, каждый год в определённом городе. То есть этот год это был Роттердам, и в прошлый год это было, если не ошибаюсь, Амстердам. А нет, в прошлом году это была Гага. Он живёт каждый год в одном городе? Нет, нет, он приезжает. А, в Кингс Дэй. А, я понял. Я понял. Такой вопрос. Вот это мероприятие, допустим, это именно, проводит государство? Я хочу узнать, это проводится на налоги людей или налоги... Ой, люди сами это проводят. Вы понимаете, там ничего такого большого не происходит. Там люди, они настолько жизнерадостны, что они сами себе устраивают непонятные танцы. То есть это атмосфера скорее вот города и людей. Созданная. Потому что если в Роттердаме в этом году ещё что-то было по типу концерта и так далее, я так понимаю, возможно, это было потому, что король приезжал именно в Роттердам. Но на первом году, то есть мы были в Амстердаме и ничего со стороны там прям организации... Не, концерты были, были. Мы просто пришли немножко позже, но до этого концерты были. Мы даже застали один из концертов, но это уже был конец. То есть концерты какие-то мини-таки. Как факт, то есть там прикольно то, что люди на улице, все могут просто легко пообщаться с друг с другом. Я просто с детьми играла, мы проходили по этой штучке, кто ниже... То есть люди в основном создают всё это. Да, то есть эта атмосфера создаётся людьми. То есть там просто какой-то рандомный чувак, он делал вот эту вот штучку, она как ролик, чтобы нарисовать флаг. Ой. Чтобы нарисовать флаг, то есть люди к нему подходили, он как-то общался, делал. Старайтесь это не делать, ребята, с дарматоничной точки зрения. В самом плане неприятно, может быть. Но в плане того, что вот там были ребята, которые просто вот, видимо, они живут в Амстердане, они из домов, то есть открывали окна, ставили музыку, ребята внизу подпевали, танцевали. То есть это скорее вайп города и людей. Ну такое даже происходит в обычном времени. Если честно, в Роттердаме ты можешь сидеть вот на блаке, по крайней мере. Вот эта вот территория, где очень много людей собирается, и они просто могут включить там песни и так далее, сидеть там в баре и просто начать танцевать, кричать, играть в какие-то игры. То есть они очень весёлый народ, в большом цене. Не даже танцы, а вот люди, которые там. Да-да-да. Мы были, я вспомнил, мы были в Бельгии с братом, и мы должны были переехать в Германию по какой-то причине. И у нас был поезд. Посередине как-то сказали, что с поездом что-то не то, давайте выходите. Это была какая-то деревня непонятная, какое-то маленькое местечко. Мы идём, ну, прогуливаемся в центр, видим, что люди просто сделали шатёр, устроили себе партии, заходим внутрь, там диджей, люди там что-то устраивают, там что-то пьют. Мы спрашиваем, что за день. Просто они, этот человек говорит, просто мы сегодня решили вот такую партию сделать. Да-да. И не всегда не воспринимайте слово партии, как для некоторых людей тут, и вообще неважно, в какой стране. партия-то что-то такое прям ужасное, там это клубы, там тусы. Нет, партия-то просто место, где ты хорошо проводишь время со своими друзьями. Для нас партия-то чаще всего было время провождения с азербайджанцами, с нашими. Мы могли просто увидеться где-то и создать свою партию, просто вечером посидеть, чай выпить, условно говоря, игры какие-то поиграть. То есть, мне кажется, любой соберунчик как и для голландцев, это просто из ничего сделать мероприятие, так и для нас. Это очень круто, что ты похож к этому мышлению. Да. Поговорим про третий год. У вас последний год сейчас? Да. Какие сейчас планы? Какие вообще, вот я понял, в первом году нужно первые месяцы документами заниматься, проектами заниматься в течение первого года, может быть, интерншем делать. Насчёт третьего года, какие должны быть галочки? Ну, в конце второго года уже нужно определиться, что ты будешь делать в третьем году. Ага. В третьем году, в первом полугодии, получается, вот там, до конца декабря, у тебя есть три варианта, что ты будешь делать. Ты либо делаешь майнер, это, по сути, ты берёшь курс, какой-то предмет, который ты будешь уже более углублённый и подольше проходить. Либо ты делаешь эксченж, я думаю, это понятно, ты едешь в другую страну. Отлично. Не то, чтобы отдыхать. Я боюсь, у вас там тоже история какая-то. Нет, история, кстати, там всё прошло супер. А в плане подачи не было никаких проблем. А в плане езды вы сейчас эксченж поедете? Нет, нет. Сейчас мы это объясним, да. Да, мы сейчас расскажем. Там была история, на самом деле, интересная, связанная с эксченжем, но окей, и последняя опция internship. Да. Ну типа internship, это опять эксперт, ничего нового нет. Окей. Это должно быть первой половине, нет, это вы подаёте, чтобы начали всё это во вторую половину третьего года. В первую половину третьего года. Во второй половине ты, у тебя и защитная работа, тезис. А, защитная. Ну и плюс, помимо этого, во второй половине третьего года ты уже выбираешь специализацию. Трактинг, да. Да, из пяти или шести вариантов, то есть ты выбираешь, и ты уже более углублённо проходишь. Это тебе просто помогает во время магистра понять, что тебе лучше и нужно. Вы подали на эксченж? Да, но мы подали с новым IELTS. Нам пришлось ехать в Amsterdam для того, чтобы сдать IELTS заново. Вау, вы же учитесь на английском. Ну, этого недостаточно. Мы такие, докажите, что вы знаете английский. Мы сдали IELTS, поехали для этого в Амстердам, то есть мы готовились до экзаменов во время своих опять каких-то очередных проектов. Так. Готовились к IELTS, сдали его. Вы лучше сдали или хуже? Не важно. Просто мне интересно. Мы промолчали. Одинаково. Не лучше. В общем, мы сдали его. Кстати, важный момент, вот если кто-то будет собираться ради exchange или ради чего-то там же сдавать IELTS, зарегистрируйтесь тоже намного заранее, потому что у них прям ограничены места. Ну да, потому что в Голландии не так много мест где-то можно сдать IELTS, и тем более прямо перед дедлайном всё занято бывает, особенно в Амстердаме. Вот. Короче говоря, мы поехали, всё сдали, всё супер, всё прекрасно. Момент подачи состоит не только в том, что ты должен сдать IELTS, а ещё пройти внутренний фейс-контроль. Само говоря, это ответы на определённые вопросы. У кого-то есть эти вопросы, заранее у кого-то нет, но в общем-то целом они об одном и том же. То есть почему ты хочешь на exchange, какой у тебя motivation, а какие предметы ты хочешь, а какой у тебя backup plan, если exchange не получится. То есть всё это ты должен расписать. Ну то есть да, вот это по типу этого вопроса, естественно, прям вот так вот, ты не знаешь, что именно там попадётся. Да, да, да. Ну там было два формата. Там, во-первых, вопрос, ты не можешь перелистывать между вопросами. И мы отвечали там определённое время, чтобы ответить вот на этот вопрос, перейти на следующий. Но там можно перезаписывать, проблем нет никаких. Да, да. То есть ты можешь перезаписать, окей. Окей. Но там, кажется, там ограничено количество попыток. Так много, типа можно. Да. То есть мы к этому тоже подготовились, чтобы у нас была какая-то, то есть чтобы можно было чётко, понятно, быстро объяснить нашу мотивацию, почему, как. Там тоже нужно немножко скреативничать, скажем так, потому что просто из-за того, что ой, мне нравится этот город, это не хляет. И у тебя есть несколько опций. Вот это вот самый ужасный момент был для меня. Я не любитель выбирать. Я люблю, когда опций много, но выбирать я не люблю. И тут нужно было тебе, если не ошибаюсь, выбрать 8 вариантов. Первые топ-3, потом, ну, я так скажу для себя топ-3, топ-5, топ-8 университетов, которые я хотела подать. Соответственно, когда ты делаешь топ-3 университетов, и они совсем разные, в разных странах, тебе нужно объяснить мотивацию свою, ну, делала я так, например, для каждой страны, каждый университет, каждый курс нужно учитывать, потому что в каждом университете, например, в Баконе, в Баконе специализируются в определённых предметах, которые интересны мне, да, там, модулинг и так далее, фэшн-дизайн, и ты должен объяснить, почему ты ходишь именно в Италию со стороны культуры, их со стороны... Это сложно, но возможно. Не то, что сложно, если ты готовишься к этому заранее, то всё нормально. Ещё тема с 8, и почему было сложно сделать выбор, потому что, то есть там не то, что вот 8 из них, 5 тебя приняли, выбирай. Там первый принял, всё, тебя отправляют первый. Первый не принял, выбрал второй, нашу систему. Интересно. Но вот это очень обидно, на самом деле. То есть ты делаешь... А, ещё есть какой момент? Точнее, два момента. Во-первых, не факт, что тебя примут в твои топ-8 чойсов, тебя могут просто предложить абсолютно другой университет. А во-вторых, есть момент. Например, мне предложили университет в Испании, причём один из самых хороших. Я под конец отказалась, и человек, если, например, вот меня приняли, Алину нет, и ей, Алине могут предложить мой университет, просто потому, что и так как бы спотт с авиалом. Грубо говоря, офферс приходит два раза. Это первый поток, и потом до какого-то времени ты имеешь право отказаться. Если там уже кто-то отказывается, пятое-десятое, потом идёт второй поток, то есть там у них, видимо, есть какие-то списки или что-то, и они отправляют другие места другим людям. И причём некоторые университеты тебе права делают и с жильём, и со всеми остальными экспенсами. А есть определённые университеты, которые, ну, тебе ничего не объясняют, говорят, что, ну, иди как бы. То есть это уже, да, зависит от университетов. У тебя какие мотивы были в отказе? У меня мотив был, во-первых, я это сделала в последнюю секунду, в прямом смысле этого слова, до дедлайна. Мотив был такой, что я устала переезжать. У меня был момент, когда очень много чего навалилось в плане luggage situation, в плане проектов каких-то и так далее. И это просто был такой клик, что я не хочу это делать. Всё. Так что лучше это не делать. Хотя, опять-таки, говорю, я считаю, что будь у меня эта возможность немножко попозже, я бы взяла бы. Потому что Испания это прекрасное место, университет ещё более прекрасный, тем более... Какой город? Это университет Денаваро. Да, то есть это католический уни, это там всё. То есть по правилам, по определённым ордерсия я такое люблю. Вот. И, то есть спокойно. Я люблю спокойствие. И просто получилось по определённым моментам моим каким-то, что я отказалась. И я очень рада, что я это сделала, потому что сейчас мы взяли майнер, мы об этом расскажем. У нас два разных майнера совсем разных направлений. И я на данный момент ещё ищу интершипы и есть офферы. То есть я решила взять практику матер, не просто идти там веселиться, когда-то в логике, а немножко другое. Тебя приняли? Эксчендж предлагали? Да, мне предложили, причём мне тоже вот предложили из тех вариантов, которые я хотела, то есть из восьми один мне выпал. Тут такой момент, я, наверное, не особо подумала, когда я выбирала этот вариант. Мне предложили в Глазгоу, это в Шотландии. Так. На тот момент я думала, что да, прикольно, мне бы хотелось. Ну? А я говорила. Но, во-первых, вот реально факт того, что ты на тот момент думаешь, ну я уже полтора года назад я переехала с Азербайджана в Нидерланды. Зачем мне ещё раз переезжать? Причём, ну ты переезжаешь на четыре месяца. То есть пока ты приедешь, пока ты обживёшься, устроишься, тебе уже обратно. И факт того, что, то есть это Шотландия, это намного холоднее, чем Нидерланды, а мне и в Нидерландах не особо погода приятна. И всё такое, я такая, ну зачем оно мне надо? И поэтому я тоже решила просто идти в сторону майнер и интершоп. Теперь вы взяли майнер? Да. Какие майнеры вы взяли? У меня monetary policy, investments and banks. Это всё о finance, econ accounting. Ага. У тебя что? Я взяла... СМР. У тебя что? Я взяла нейроэкономику. Какую экономику? Нейроэкономику. Нейро? Да. Нейроэкономика. Brain. Ничего себе, что создаёт? Да, это, то есть, по сути, экономика, которая основывается на изучении мозга. То есть чисто не со стороны столько психологии, сколько со стороны вот мозга. Я так понимаю, какие боли... Как мозг соображает во время того, как ты делаешь определённый вывод в экономическом плане? Это очень важная вещь. Ты понимаешь экономику со стороны вот конкретно, как работает мозг человека. Окей. Ага, ага. И вы начнёте... Вы оба ещё подали на всякий случай на internship тоже? Я... В смысле подали? Ну да. Подавались и офферы есть. Но это не такой лёгкий выбор, потому что я не подписала ещё контракт по одной причине. Во-первых, мне нужно выбрать, какую компанию для начала, да? То есть, что мне будет нужней. Во-вторых, момент того, что хочу ли я делать internship report. У меня уже есть три internship. Могу ли я, возможно, предыдущий обыграть? С одной стороны, с другой стороны, понимаю, что всё-таки это будет лучше. А майнер, он просто очень интересный, в него очень сложно попасть. То есть, из всех ребят, которых я знаю, приняли только двоих-троих. Всё. Выбрать можно один из них? Можно параллельно? Кстати говоря, там из разных школ ты можешь выбрать. Наша школа, это RSM, Rotterdam School Management. Ты можешь выбрать из экономического, там из psychology, вот то, что вот Алина взяла, например, psychology, arts, science, ИКОМ. То есть, это все, так сказать, школы при нашем же универе. Да. То есть, можно взять несколько майнеров? Нет, один майнер. Один майнер. Из другой школы. А можно ли взять и майнер, и internship делать? Я узнавала, вот поэтому я и так hesitating. Ты можешь это сделать, если, например, я взяла бы, потому что я думала neuroэкономикс, тогда я могла бы взять internship. Но учитывая, что мой майнер очень сложный, мне посоветовали это не делать, если я не мазохистка. Но я не знаю, как этот совет взять. Легально разрешается? Просто психологически сложно будет? В плане... Не нужно так делать. Грубо говоря, возможно, даже ты возьмешь internship, это может не засчитываться тебе, как какие-то кредиты в университете. То есть, как, например, мы делали ассоциации, оно не засчитывается. Но чисто, если ты хочешь, с легальной точки зрения, ты имеешь абсолютное право, пока ты делаешь майнер, хоть работать, хоть брать internship. Ты тоже? Я пока что, да, подаюсь. Я по-любому буду делать свой майнер, потому что мне прям интересно его. Но если у меня будет какой-нибудь вариант интересного тоже internship, который мне понравится, то я бы взяла. Ну, я могу отказаться все. То есть, до 31 августа мы можем обе отказаться от наших майнеров. Вторая половина третьего года будет тезис. Да, защита. еще один момент, я забыла. Майнеры есть, имейте в виду просто, которые дают вам 15 кредитов, которые дают 30 кредитов. 15 кредитов это обычно майнер, то есть, это любой майнер, который вы выберете, 30 же кредитов это майнер, который находится в другом университете. То есть, вы проходите тот же самый курс на протяжении нескольких месяцев да, это круто, да, это сложно, но это экспириенс, делайте, что хотите. И там практических моментов намного больше. И они будут вам даваться, да, сложнее. То есть, но дает 30 кредитов, и вы можете кайфовать потом. В нашем случае, люди, которые делают интершип, нам еще нужно делать элективы. Это ты берешь опять предметы, еще сдаешь что-то. И еще один момент. И майнер тоже. Вот мы взяли, который весит 15 кредитов, и поэтому мы еще будем дополнительно в это же время делать элективы. И имейте в виду, что когда вы берете майнер, есть эксченч, вы просто выбираете курс и летите в вашу страну, там, Техас или город, страна, неважно. В майнере есть эти моменты. Учитывайте, что вы не проходите курс просто для того, чтобы пройти. У вас там будут экзамены, у вас там будут проекты. То есть вы когда читаете описание самого курса, да, этого майнера, обязательно прочтите момент, а, сколько вам кредитов это дает, б, что именно вы будете делать, какие экзамены сдавать. У Алины, может быть, это какой-то research paper, да, потому что это больше связано с psychology. У меня это связано с finance, accounting, икон, то есть это больше будет связано с цифрами, логично, почему. И у меня будут какие-то репорты в моем, в моей сфере. То есть майнер, это тоже не шутка, это тоже всё серьёзно, и если вы не пройдёте его, то, возможно, вам придётся опять делать третий год. То есть вы не перейдёте просто. Да, да, да. Грубо говоря, могут быть люди, которые, ну, просто не особо справляются с проектами, и когда ты читаешь, ну, там бывают майнеры, где, может быть, просто по шесть проектов, ты должен сдать их. И экзамен, ещё midterm exams тоже. Да, да, то есть там ты читаешь, там в описании, что это за майнер, о чём он будет, о чём он тебя учит, и также, то есть какой экзаменейшн у тебя будет, то есть как ты его можешь пройти и сдать. То есть это тоже важно прочитать. И ещё один момент насчёт эксченжа я забыла упомянуть. Когда вы выбираете свой эксченж-дестинейшн, обязательно subscribe сделайте их же пейдж, который связан с bachelor эксченж. Почему? На каждую страну вам выделено несколько вкладок с университетами. То есть это не так, чтобы вы тыкнули пальцем в воздух, и вы хотите University of Columbia, whatever. Нет, это не так. В моём случае, почему я выбрала, например, my top three choice, это были Испания, Канада. Я люблю эти места, мне хотелось там, но это не просто погодные условия, клёвые. Нет. Ты заходишь, у тебя есть эта вкладка, и ты насчёт каждого университета от пяти, минимум от трёх студентов с разного факультета, получаешь информацию, связанную с едой, с проживанием, сколько у тебя выходит в месяц, в год, что именно ты делал, какие книги стоит покупать, какие книги не стоит покупать. То есть помимо этого вот маленького информационного моментика, где сам Erasmus тебе помогает, да, решить определённые финансовые вещи, там, официальные какие-то дела, у тебя ещё есть студенты, это ваши же respective students, которые помогают тебе же понять, что лучше. Было очень много университетов в Канаде, которые я не взяла просто потому, что я увидела эти, условно говоря, reviews студентов, и они не посоветовали просто даже тратить время на определённые курсы. Кстати, они объясняют, какой курс им понравился, почему понравился, почему не понравился. Да, там про каждый курс написано, то есть что они проходили, как это было, они просто делятся опытом, рассказывают, и там может быть, что, например, кому-то понравилось, но они поделились опытом, ты читаешь, и ты понимаешь, ну это не моё, я бы вот такое не хотела. Каждый эксченж-стюдент обязан это делать, то есть не так, что ты идёшь эксченж, ты кайфуешь и возвращаешься обратно. Ты проходишь там определённый курс, который выбрал ты же, ты делаешь репорт, как и internship report. В майнере просто этот момент немножко легче, потому что ты проходишь один, условно говоря, предмет в как бы индекс, и потом уже сдаёшь экзамены в течение курса. Напоследок, вы очень много советов дали, понятное дело. Учитесь на ошибках и слушайте нас. Один совет именно детям этого возраста. Ну, я думаю, что меня смотрят в основном десятиклассники, одиннадцатиклассники, которые пока ждут с нетерпением, когда они поступят. Что вы им посоветуете именно в этом возрасте делать? Один совет с каждой. Давай. Ты же начинаешь с утра. Давай. Не теряйте вещи, это понятно. Ой, да, пожалуйста, а то манерная система. Наверное, ну, в этом возрасте просто готовиться к экзаменам, обогащаться опытом. И я думаю, это, в принципе, всё. Ну, и, в принципе, взвесить выбор, вот когда ты хочешь поступить за границу, почему ты хочешь, не просто потому, что там... Ой, улететь, погулять. Нет, это, типа, это работа. Да, 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 да. С моей стороны совет будьте упрямыми. Объясняю, почему. Мои родители... Это вам не... Реально, я серьёзно. Как? Всегда настаивайте на своём. Если вам говорит сердце, что вам нужно поехать, полететь, сделать, не сделать определённую вещь, не делайте или сделайте. В моём случае мои родители хотели, чтобы я очень полетела в Турцию. Ну, живя в Азербайджане, я думаю, вариант логичен, почему. Поэтому я до конца, до момента, пока не получила scholarship, до момента, пока мне не сказали даже, что ты амбассадор университета, я твердила, что я буду в Аразмусе. Опять-таки, был вариант Бельгии, мы это уже сказали, Канаду, Лондон. Я сказала, я не хочу это всё, я хочу Аразмусе. Не знаю почему, по какой-то причине. То же самое было с Exchange. Да, я сдала не нужно этот вонючий IELTS, опять-таки. Ну, окей, не вонючий, сори. Опять-таки, сдала этот IELTS. Ну, и забипикаем это. Не, ну, нормально. Вот. Но, стойте, если вы хотите что-то делать, не делайте это из-за мамы, из-за папы, из-за того, чтобы вам кто-то сказал, что IB это круто. Круто то, что вам нравится, то же самое связанное с хобби. Почему люди поступают в университеты, в которые хотят, почему получают scholarship, почему они кайфуют от жизни? Потому что они делают то, что любят. Не важно, это ваше хобби. Если вы будете заниматься вашим хобби, я, например, танцевала, мне это нравилось, активно-американские танцы, восемь лет, да, сложно, да, ещё что-то. Зато это мне помогло во время CV. Делайте то, что хотите, то, чем любите заниматься. Кстати, да, вот тут я поддержу в плане того, что, когда я сказала обогащаться разным опытом, то есть там действительно всё, что бы ты ни делал, ты рисуешь, поёшь, танцуешь. Если в Бакуна это могут иногда как-то посмотреть, как будто ты делаешь ничего связанного с академическим. То есть это никак тебе при университете не поможет. Это поможет. Это в любом случае какой-то опыт. Это показывает, что ты разносторонний человек и что ты чем-то занимаешься, развиваешься, а не стоишь на месте. Ещё один момент скажу, пока не забыла. Правда. Обязательно, помимо интершипов и ещё что-то, нужно идти в эти кампы, нужно идти на, в моём случае, на EYP, да, European Union с парламентом. То есть это дебаты, это круто. То есть круто, когда у тебя IELTS 7, 8, 9, неважно. Умейте правильно выражать свою мысль. Вы знаете, насколько это приятно, когда даже если ты человек неумный, он умеет чётко, правильно, красиво выражать свою мысль, неважно на каком языке. Дебаты вам помогают правильно расставить все точки над «и» в предложении, в сентенсе, что ты хочешь сказать. Я, например, люблю о всяком говорить, мне это мешает. Круто, когда человек умеет говорить прям чётко, по сути. Поэтому ходите на разные ивенты, не сидите дома. Жизнь не состоит только из IELTS, из IT. Гуляйте. Но не гуляйте, в смысле гуляйте, а гуляйте, занимайтесь собой. Рисуйте, танцуйте, не знаю, что-то делайте. Делайте, что вам нравится. Да. Не будьте как беляш. Я люблю это слово. Лепяшечка. Спасибо большое. Невероятное. Вам спасибо. платотворное получилось. Ещё бы такая энергетика. Очень насыщенное получилось. Да. Спасибо большое, что поделились опытом, с советами. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.